Пацаны, всем здорово! Перед началом ролика хотел бы вам посмотреть одну очень интересную игру. Называется она Russian Rider Online. В игре есть представлена вся линейка российского автопрома. От обычной шестерки до, блин, пассажной приоры. Тут можно и занижать, и обвесы ставить. В общем, возможности игры просто удивляют. А также у игры есть разные режимы. Больше всего мне понравился бомба и футбол. А также здесь есть на дрифт, на скорость и погоня, где две команды, полицейская машина гонится за стритрейсерами. Очень, пацаны, интересно. А также можно здесь создать свой клан. Поэтому, пацаны, давайте переходите по ссылке внизу, регистрировайтесь, и создадим свой клан. И всех, короче, мы и сделаем. А мы начинаем сам ролик. Пацаны, всем здорово! С вами, как всегда, Сергей Резниченко. И это видео должно было выйти у меня на каналчике. Я надеюсь, вам будет интересно, потому что у меня аудитории много, молодой. И это видео записывают для вас. А также, ну, кто хочет получить, собственно, права и что вас ждет, пацаны. Нахожусь у себя во дворе. Думал куда-то заехать, чтобы никто меня не видел. Но, что-то, короче, варианта нет. Куда-то заехать. На ней не заедешь, в общем, на пассажной машине особенно. Пацаны, начнем с того, что меня зовут Сергей, да, мне 21 год, и получил я права в 21 год. Спросите это поздно? Ну, в принципе, наверное, да. Наверное, поздно, поздновато. Но я всего, как бы, пытаюсь добиваться сам за счет, ну, собственных средств. Вот. Почему я раньше не пошел на права? Потому что, в принципе, такого дикого желания не было. И как появился YouTube-канал, и, ну, такая предыстория. Собрали мы с подписчиками, ну, вот уже как канал пошел. Спасибо вам, кстати, кто меня смотрит. Вообще, пацаны, от души я смотрю, канал растет бешеными темпами. Вот. И, получается, ну, прошлой зимой того года на эфирах, у меня часто эфиры провожу, решили, короче, собрать на машину проект. Вот Панда, вот она самая, да. Пандочка, которая, в принципе, тоже мне большой скачок благодаря ей, ну, канал вырос. Вот. В итоге мы взяли эту машину и стал, как бы, логичный вопрос о том, чтобы получить права. Получить права. До этого, в принципе, было дорого. 20 тысяч примерно выходило, ну, все это обучение. Но мне повезло, потому что буквально, вот, ну, я отучился недавно. Блин, права я вам покажу. Права я этот забыл. Куртку, блин. Вот. Купили мы машину, да, и, собственно, по акции это все было, по акции, по акции выходило 13,5 тысяч. Во-первых, мы начали там проходить, чтобы, ну, оплатили все, надо проходить, было справки. Это медкомиссии, ну, вот это все. Кто медкомиссию прошел, ну, недавно в этом году, то вообще замечательно, можете это дать. Вот. Но у меня там, ну, тоже было свежее. Вот, психиатра, все это, короче, все это, короче, я прошел, все сдал и, в принципе, все шикарно, да. Обучение длилось два с половиной месяца. Для того, чтобы вам учиться, там нужно деньги, во первую очередь. Тетрадка. У нас занятия происходили примерно, сколько было, три раза в неделю. Это практика по часу. Поэтому здесь был и подвох, почему за 13 тысяч полное, ну, как бы, обучение. То, что было по часу практика. Вообще, вроде как, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, два часа, короче. Вот, собственно. И теория у нас была два раза. Два раза была, я ходил к шести часам, вот, шести до восьми, короче. Тоже было два раза теория. Вот. И, в принципе, все замечательно, да. Вот это мы отходили, точнее, ну, я отходил. Потом, что вам нужно? Что вам нужно? Вам нужны правила и билеты решать. Все билеты, которые вы покупаете, да, вот, ну, желательно свежие, 2017, ну, свежего года. Все эти билеты будут потом на экзамене. Сейчас мы вам до экзамена, ну, сейчас я дойду до экзамена, вам расскажу, что. Все эти билеты абсолютно, то есть, вы, по моему опыту, лучше сразу же с первых дней начинайте решать. Вот даже сейчас, вот, вот у вас свободное время появилось, сразу же идите, решайте билеты. Это вам будет намного легче, мой вам опыт, пацаны. Потому что не оставляйте, вот, я оставил это на последнем, ну, я учил по чуть-чуть, но я оставлял все это на последний момент, как бы. Пропускайте все билеты через себя, пацаны. Вот, вот, все там 40 билетов было по 20 вопросов. Допускается две ошибки. Вот, две ошибки на экзамены, но если ошибку допустил, пять вопросов тебе сверху хера, короче. Вот. В принципе, вот это мы все порешали. В принципе, я примерно, ну, как бы, отлично все знал. По вождению, по вождению, пацаны. По вождению я туда пришел, я умел трогаться, ехать, ну, на первой, на второй передаче. Ну, только, короче, за городом, с паханом, короче, пробовал. Вот, больше, в принципе, я и не умел. Ну, как бы, на скорости я быстро, ну, не ездил, короче, до этого. Вот, поэтому мне было намного проще, то есть, там вначале вообще надо держать газ, обороты, ну, прежде чем поехать. Поэтому в этом плане мне было легче. Ну, по акции, вот, там были женщины, ну, конечно же, часа им было очень даже мало, пацаны. Часа было мало. Вот. И после того, как проучился я два с половиной месяца, был, короче, пробный как теория, так и практика. Машина сзади едет, сейчас будет смотреть на меня, скажет, с камеры болтаю. Вот. Была пробная теория, вот, написали мы там, ну, пробный. Но была и вождение, ну, пробное вождение, как бы. Ну, это тоже шло в зачет. Я сдал на хорошо, потому что, в общем... А по вождению, да, ну, я вам фотографии не найду, у меня там, кстати, рядом, где я живу, я проходил это. Там подъем в горку, потом лесенка вот такая, потом в гараж заехать, то есть, вот так вот, ну, там, между комнатами, ну, в гараж. Параллельная парковка, ну, и, в принципе, там больше ничего и нету. Пять элементов, четыре элемента. И пятый там еще, ну, перед стоп-линией надо было останавливаться. Там допускалось не больше сорока сантиметров перед линией. Вот. Вот. И после этого, кто сдал, далее, через несколько, там, дней, по-моему, все шли уже на настоящий, получается, экзамен, как теория, так и вождение. Но кто сдал теорию, шел, ну, получается, экзамен, ну, экзамен, сразу же шел на вождение в этот же день. Если ты сдаешь, то ты получаешь права. Вот. Когда заходите, ну, там еще регистрация перед экзаменацией, ну, вам все расскажут, ну, кто пойдет на права, вам все расскажут. Там достаточно. Я проторчал с девяти, с девяти до часу, по-моему, там сидел, ждал своей очереди. Вот. Там группами запускают. Смотрите, когда заходите, важный момент, пацаны. Там всего десять, блин, опять Lexus едет красивый, кстати. Вот, короче, Mitsubishi еще. Я же говорю, неудобно. Все, если люди будут смотреть, скажут, идиот сидит, болтает с камерой. Ну, ладно, пофиг, короче, на них. О чем я говорил? Вы заходите, там десять компьютеров. Там все пишется, пацаны. То есть, варианта даже переговариваться вообще нету. Ну, то есть, вы же будете со своей группой, ну, как бы есть вариант, да, теоретически переговариваться. Нет, там сидит экзаменатор. Он за всеми смотрит. Десять компов вот так вот получается, параллельно вот так стоят. И камера там, короче, все смотрит, все снимает в прямом трансляции. Ну, как, вроде я как понял. То есть, вариантов вообще никаких нет. Поэтому, пацаны, учите сразу же, я вам говорю. Вот, все сдали. И далее, вот, ну, получается вождение, короче. По городу вождение. И вот это получается, ну, не на треке, а на полигоне. Вот, собственно, и все, пацаны. Если вы сдаете с утра, грубо говоря, с утра теорию, после чего вы сдаете вождение, а потом вы вечером забираете права. То есть, вас фотографируют, там быстро это все делается. Вот, пацаны, момент еще такой. После того, как вы получите права, это я буду говорить в каждом видео про свою машину, но сейчас мы начнем с ней, ну, некоторые вещи плохие делать, пацаны. Сейчас затишье перед бурей, да. Я вам хочу сказать такую вещь. То, что, во-первых, вас ждут дома родители, запомните, да. На меня не надо смотреть. Машина эта у меня для проекта, для подписчиков, для просмотров. Когда вы свою машину возьмете, не надо ее там, ну, если у вас есть там, ну, не знаю, средства, если вам, ну, насилуйте. Ну, насилуйте там, где нет людей, пацаны. Запомните. Еще один момент. Помимо дороги, когда вы едете, да, вот, все. Есть еще, помимо вас, еще другие люди. И вы должны, главное, в автомобиле, ну, я знаю, что вы знаете, я знаю, что вы у меня грамотные все, пацаны, но просто я хочу вот полностью высказаться, да, на эту тему. Запомните, главное, это внимательность, пацаны. На дороге внимательность не только, ну, держать свою машину, ну, как бы, грубо говоря, в пространстве, да, но и соседей, как бы, получается. То есть много дураков, которые подрезают, резко останавливаются, это женщины, такие уже пенсионеры, которые вообще вот так вот катаются. Я в шоке. Я вот сейчас уже, ну, катаюсь сколько, месяц? Я в шоке вообще, как они ездят все, кто им права, ну, а, ну, там, по молодости права выдали. Вот, то есть реакции никакой, пацаны. Вот, поэтому мой опыт, подведем итоги. После того, как вы оплатите, начинайте, лучше сейчас начинайте потихоньку учить билеты, вот, пацаны, либо онлайн, либо покупайте, как бы, эту, ну, книжечку. Вот, и все супер, короче, пацаны. Вот, и в дальнейшем не пропускайте вообще пар по теории. Учителя, кстати, у меня учителя хорошие попались. Разжевывают все доходчиво, потому что у них такая работа, они все, ну, как спокойно, они не психованы. Вот, и все супер. По вождению, кстати, ну, вот я отъездил то же самое, два с половиной месяца, получается. Да, вот, и научили меня неплохо. Хоть и, кстати, вот, который со мной ездил, он чуть-чуть нервный мужик был, очень нервный. Вот. Поэтому, пацаны, я желаю вам удачи, всего самого наилучшего. Поучитесь и, короче, сдавайте на права, покупайте машину и кайфуйте, пацаны. Все, с вами был Сергей Лизниченко, до скорых встреч, пацаны. В дальнейшем нас ждет очень много чего интересного. Почему вы говорили, пропала панда, сейчас затишье перед бурей. Ничего не буду говорить, не буду говорить, какие сроки, потому что я говорю, вон, ветер, видите, ветер. А у нас, вон, смотрите, сейчас дождь будет. Офигеть, да? Вот. Вот такой вложек, кстати, пацаны, еще вопрос к вам такой. Если вам нравится такого характера влоги, ну, какие-то, может, мои рассказы из жизни, может быть, владение семеркой рассказать, какие там плюсы-минусы, ну, я не знаю, ну, типа первой машины. Пишите, пожалуйста, в комментарии следующую тему и, точнее, вопрос, по какой теме. Вот. И комментарий, который наберет больше всех лайков, я думаю, такие вложки из машины, да, будем записывать. Я не знаю, какой-никакой опыт у меня есть, вот. Может, там, из личной моей жизни, там, я не знаю, может, по работам, какую работу найти для, там, я не знаю, для школьника. Ну, для школьника, в принципе, сложновато. Ну, в общем, вы поняли, какая тема. Вот. Вот. Поэтому задавайте вопросы, может, даже по Ютьюбу, который наберет в комментариях больше всех лайков на ту тему и запишем в следующее видео. Потому что я с вами хочу иметь лучший контакт, да, с вами побольше общаться, соскучиваться по вам всем. Вот. Так что задавайте побольше вопросов. Машина у нас, не забросил я ее. Все сейчас будет, все сейчас будет. Есть сумасшедшие идеи, и этих идей нет на Ютьюбе их. Этих идей нету на Ютьюбе. Все сейчас, все пойдет, короче, пацаны. Мои фантазии, они реализуются в реальности за минимальные деньги. Вам будет интересно? Мне будет интересно. И все эти, пацаны, счастливые моменты, а может быть, несчастливые, я не знаю, может быть, фейлы будут, мы переживем вместе с вами. Все, пацаны, подписывайтесь на канал, кто не подписывался. Ставьте лайки, и от души, кто меня смотрит, пацаны. Вот такая вот история про права. Поэтому учите сейчас. Лучше учите билеты сейчас, пацаны. Заранее лучше учить. Хотя два с половиной месяца этого достаточно, чтобы выучить сорок билетов. Ну, грубо говоря, память визуально. Все, пацаны, до скорых встреч и увидимся в следующих видео. Всем пока, пацаны.